Ноябрь, день 11, 24 ноября по новому стилю. Сказание Тимофея, архиепископа Александрийского, о чудесах святого великомученика Мины. По смерти нечестивых и богоненавистных римских императоров Диоклетиана и Максимиана на царский престол вступил благочестивый Константин Великий, царствование которого сильно умножилось вера в Господа нашего и Иисуса Христа. В это время некие христолюбивые люди города Александрии, найдя место, где были положены честные останки святого славного христово-мученика Мины, построили на этом месте во имя его церковь. Случилось, что в Александрию прибыл один благочестивый купец из земли Исаврийской, чтобы закупить товары. Услышав про множество чудес и исцелений, совершающихся в церкви святого Мины, он сказал сам себе, «Пойду и я поклонюсь честным мощам святого мученика и дам дары в церковь его, чтобы помиловал меня Господь по молитве святого страдальца». Подумав так, он пошел в церковь, взяв с собою мешок, наполненный золотом. Придя к Поморскому озеру и найдя перевоз, он приплыл на место, называвшееся Лазанета. Выйдя здесь на берег, купец искал, где бы переночевать, ибо уже настал вечер. Поэтому, войдя в один дом, он сказал хозяину, «Друг, сделай милость, пусти меня в твой дом переночевать, ибо солнце зашло, и я боюсь один идти дальше, так как не имею никого, кто бы меня мог сопровождать». «Войди, брат», – отвечал ему хозяин дома, «и переночуй здесь, пока не настанет день». Гость принял приглашение и, войдя в дом, лег спать. Хозяин же, увидав у путника мешок с золотом, соблазнился и, по наущению злого духа, замыслил убить своего гостя, чтобы взять себе его золото. Встав полночь, он задушил купца, разрезал его тело на части, положил их в корзину и спрятал во внутренней комнате. После убийства он пришел в большое волнение и, озираясь по сторонам, искал скрытого места, чтобы зарыть убитого. Когда он размышлял об этом, ему явился святой мученик Мина верхом на коне, как бы какой воин, едущий от царя. Въехав в ворота дома убийцы, мученик спросил его об убитом госте. Убийца, отговариваясь незнанием, сказал святому, «Не знаю, что ты говоришь, господин, у меня не было никого». Но святой, сойдя с коня, направился во внутреннюю комнату и, взяв корзину, вынес ее наружу и сказал убийце, «Что это?». Убийца сильно испугался и без чувств упал к ногам святого. Святой же, составив рассеченные члены и помолившись, воскресил мертвого и сказал ему, «Воздай хвалу Богу». Тот встал, как бы пробудившись от сна и, уразумев, что пострадал от домохозяина, прославил Бога и с благодарностью поклонился явившемуся воину. А святой, взяв от убийцы золото, отдал его воскрешенному человеку, говоря, «Вступай своим путем с миром». Обратившись затем к убийце, святой взял его и сильно бил. Убийца раскаялся и просил прощения. Тогда мученик даровал ему прощение в убийстве и, помолившись о нем, сел на коня и стал невидим. В Александрии жил один человек по имени Евтропий. Этот Евтропий дал обещание пожертвовать на церковь святого Мины серебряное блюдо. Поэтому, призвав Златаря, он велел ему сделать два блюда и на одном написать «Блюдо святого великомученика Мины», а на другом написать «Блюдо Евтропия, Александрийского гражданина». Златарь стал делать, как велел ему Евтропий, и когда были окончены оба блюда, то блюдо для святого Мины вышло гораздо красивее и блестящее, чем другое. Написав на блюдах имена святого Мины и Евтропия, Златарь отдал их Евтропию. Однажды Евтропий, плывя по морю на корабле, употреблял за обедом оба новые блюда и, увидев, что блюдо, предназначенное в дар святому Мине, гораздо красивее его блюда, не пожелал его отдать в дар святому, но приказал слуге подавать себе на нем кушанье, а блюдо со своим именем задумал отослать в дар в церковь святого Мины. По окончании трапезы, слуга взял блюдо с именем мученика и, придя на край корабля, стал мыть его в море. Вдруг напал на него ужас, и он увидел, что из моря вышел человек, который взял из его рук блюдо и стал невидим. Раб, сильно пораженный страхом, бросился вслед за блюдом в море. Увидев это, господин его также испугался и, горько заплакав, стал говорить. «Горе мне, окаянному, что я пожелал взять себе блюдо святого Мины. Так я погубил и блюдо, и раба своего. Но ты, господи боже мой, не прогневайся на меня до конца и яви твою милость слуге моему. Вот я даю обещание. Если я найду тело своего слуги, то велю сделать такое же блюдо и принесу его в дар святому твоему угоднику Мине, или же отдам в церковь святого деньги, каких стоит блюдо». Когда корабль пристал к берегу, Евтропий сошел с корабля и стал смотреть по краю моря, думая найти выброшенное морем тело своего слуги и предать его погребению. В то время, как он пристально смотрел, увидал своего раба выходящим из моря с блюдом в руках. Испуганный и обрадованный, он громким голосом вскричал. «Слава Богу, воистину велик ты и святой мученик Мина!» Услышав его крик, все бывшие на корабле сошли на берег и, видя раба, державшего блюда, исполнились удивления и прославили Бога. Когда стали спрашивать раба, каким образом он, упав в море, остался жив и как вышел из воды невредимым, то он сказал в ответ, «Как только я бросился в море, благолепный муж с другими двумя взяли меня и ходили вместе со мною вчера и сегодня и привели сюда». Евтропий, взяв раба и блюда, пошел в церковь святого Мины и, поклонившись и оставив в дар блюда, обещанное святому, удалился, благодаря Бога и прославляя его святого угодника Мину. Одна женщина по имени София шла на поклонение в храм святого Мины. На дороге с ней встретился воин и, увидев, что она идет одна, решился обесчестить ее. Она сильно сопротивлялась, призывая на помощь святого мученика Мину. И святой не лишил ее своей помощи, но наказал желающего над ней надругаться, а ее сохранил невредимую. Когда воин, привязав к своей правой ноге коня, хотел сделать над женщиной насилие, конь пришел в ярость и не только воспрепятствовал намерению своего господина, но и потащил его по земле и не остановился и не успокоился до тех пор, пока не притащил его к церкви святого Мины. Часто ржа и свирепея он привлек много людей на это зрелище, ибо был праздник, и в церкви находилось очень много народа. Воин, увидав такое собрание народа и видя, что конь его все еще находится в ярости и что ему не от кого ждать помощи, испугался, как бы не претерпеть еще чего-нибудь более ужасного от своего коня. Поэтому он, оставив стыд, исповедал пред всем народом свое нечестивое намерение, и конь тотчас успокоился и сделался кротким, а воин, войдя в церковь и припав к мощам святого, молился, прося прощения за свой грех. Около церкви святого мученика вместе со многими другими находились Хромой и Немая, ожидая получить исцеление. В полночь, когда все спали, святой Мина явился Хромому и сказал ему, «Подойди молча к немой женщине и возьми ее за ногу». Хромой ответил на это мученику, «Божий угодник, разве я блудник, что ты повелеваешь мне сделать это?» Но святой три раза повторил ему свои слова и прибавил, «Если не сделаешь этого, не получишь исцеление». Хромой, исполняя повеление святого, приполз и схватил за ногу Немую. Она, пробудившись, начала кричать, негодуя на Хромого. Тот, испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. Таким образом, оба они почувствовали свое исцеление. Немая заговорила, а Хромой быстро побежал, как олень. И оба исцеленные воздали благодарение Богу и святому мученику Мине. Один еврей имел друга-христианина. Однажды, уезжая в отдаленную страну, он отдал своему другу на сохранение ящичек с тысячу золотых. Когда он замедлил в той стране, то христианин задумал не отдавать золото еврею по его возвращении, но взять его себе, что и исполнил. Еврей, вернувшись, пришел к христианину и просил возвратить его золото, которое он отдал ему на сохранение. Но тот отказался, говоря, «Не знаю, что ты спрашиваешь у меня. Ты мне ничего не давал, и я ничего не брал от тебя». Услышав такой ответ своего друга, еврей опечалился и, считая свое золото пропавшим, стал говорить христианину, «Брат, никто не знает этого, кроме одного Бога, и если ты отказываешься возвратить мне данные тебе на хранение золото, утверждая, что не брал его у меня, то подтверди это клятвою. Пойдем в церковь святого Мины, и там ты поклянись мне, что не брал у меня ящика с тысячу золотых». Христианин согласился, и они оба вместе пошли в церковь святого, где христианин поклялся еврею пред Богом, что не брал у него золото на хранение. По совершении клятвы они вышли вместе из церкви и лишь только сели на своих коней, как конь христианина стал приходить в бешенство, так что его почти невозможно было сдержать. Он, разорвав свою узду, поднялся на задние ноги и сбросил своего господина на землю. Во время падения христианина с коня с руки его спал перстень, а из кармана выпал ключ. Христианин, поднявшись, взял коня, усмирил его и, сев на него, поехал вместе с евреем. Проехав немного времени, христианин сказал еврею «Друг, вот удобное место, слезем с коней, чтобы поесть хлеба». Сойдя с коней, они пустили их пастись, а сами стали есть. Спустя немного времени христианин, взглянув, увидел своего раба, стоящего перед ним и держащего в одной руке ящик еврея, а в другой, упавший с его руки перстень. Увидев это, христианин пришел в ужас и спросил раба «Что это значит?». Раб ответил ему «Некий грозный воин на коне приехал к моей госпоже и, дав ей ключ с перстнем, сказал «Пошли как можно скорее ящик еврея, чтобы с твоим мужем не случилось большой беды, и мне было отдано это отнести к тебе, как ты и приказал». Видя это, еврей удивился этому чуду, и, обрадовавшись, вернулся вместе с своим другом к храму святого мученика Мины. Поклонившись в храме до земли, еврей просил святого крещения. Уверовав ради этого чуда, свидетелем коего он был, а христианин молился святому Мине дать ему прощение, по елику он нарушил божественную заповедь. Оба они получили по своему прошению. Один – святое крещение, другой – прощение своего греха. И пошли каждый к себе, радуясь и прославляя Бога, и величая его святого угодника Мину.